Открытая студия Киберспорт, расскажите о себе, ну и, собственно, об этом направлении, да, как вы с ним связаны и как давно? Ну, все, наверное, активно началось как раз в Московской области, потому что я сам родом с Московской области Электросталии, собственно, первые мои шаги в киберспорте, именно в организации мероприятий, они были еще лет 15-16 назад, когда мне было лет 18, вот. Собственно, я начал в городе организовывать турниры городские, начал это делать как в клубах просто, так и предлагать администрации города это все проводить. В дальнейшем был определенный перерыв, потому что были, будем так, голопом бежать, были, собственно, переход всей киберспортивной системы, появился интернет, все очень сильно изменилось. И вот активно начал заниматься уже в 2017 году, как раз вот провели клубы губернатора Московской области на арене Химки, на баскетбольной, собственно, это самое массовое киберспортивное мероприятие, которое было в Московской области пока за всю историю. И далее уже мы понимали то, что появилась такая идея, появилась, точнее, не то, что идея, мы понимали, что в России сейчас нету какой-то киберспортивной системы, понятной, в отличие от любого другого вида спорта. И ребята, которые, собственно, хотят в этом развиваться и хотят реализовываться, они не понимают, что нужно конкретно сделать. Появилось желание построить эту систему, понятную для ребят, и мы начали со школ, с Московской области. Далее мы создали Московскую школьную лигу с дебартаментом образования. И в том году провели, как раз, когда школьник обращался к президенту, может быть, кто-то слышал, когда он попросил поддержать киберспорт в школах на 1 сентября. Собственно, это как раз совместно организовано с Российским движением школьников, такая инициатива. И президент поддержал, это было вообще впервые, когда президент заговорил о киберспорте. И мы в том году, начиная с того года, провели большую всероссийскую школьную киберспортивную лигу, самую большую сейчас в мире. И, собственно, делаем это сейчас, работаем мы еще параллельно с регионами, работаем с юнормией, с Российским движением, работаем с Министерством обороны. Да, у них тоже есть... Серьезно? У них есть тоже свои лиги, как бы это ни звучало странно. Вот. Ну, собственно, наверное, вот то, что сейчас есть, и, как бы, наверное, коротко вот так вот галопом по европам. А какое количество людей вообще в целом в эту сферу вовлечено? Ну, вот так вот, если по Подмосковью посмотреть. По Подмосковью, тут, наверное, надо начинать чуть-чуть предысторию, там тоже, как вот, 2017 год было очень активно. Очень, народ очень загорелся, потому что было такое первое мероприятие. Ребята поняли, что, скажем так, государство их заметило. То, что не просто кто-то как-то пытался проводить, а именно от губернатора было мероприятие. Большое, крупное, красивое. И люди восприняли очень классно. Но в дальнейшем, к сожалению, в регионе все приостановилось. Сейчас самый активный регион, это муниципалитет, это Одинцово. Ребята делают турниры не только для городского округа своего, но для всей Московской области. И, собственно, у них стабильные мероприятия, очень много участвуют. Они даже международного формата проводят, поэтому мы их максимально поддерживаем, оказываем им помощь. Вот, поэтому, в принципе, да, Московская область, ребята, есть активные, есть хорошие очень игроки, их немало. Вот, но сейчас тяжело сказать, что это лидирующий какой-то регион. А почему это, с чем связано? И насколько вообще есть перспективы для дальнейшего развития? Ну, скажем, как есть. Мы как раз в 2012 году активно начали это все и проводил это Главное управление социальной коммуникации ГОСК. Собственно, да, после того, как все это было проведено, началось движение в плане того, что Минспорт вспомнил, что это их направление. И началась борьба вот сейчас за это направление. Минспорт отвоевал его, и, собственно, три года мы в Московской области ничего не имеем. И для нас мы не являемся федерацией официально, мы являемся организацией, которая делает правильные, качественные мероприятия, очень серьезно подходит, и всегда работа на результат. К сожалению, как бы в Московской области нам очень тяжело стало что-либо проводить. Вот. Зато как бы Москва и другие организации, управления, там, государственные министерства положительно смотрят на это. Ну, игроки из Московской области, они тоже там, да, активно участвуют, надо же где-то развиваться. Ну, я скажу, вот я говорил про один сон. Ребята, ну, как бы это не то, что вот просто мы их выделяем. Ребята, когда мы проводили Всероссийскую школьную лигу, они у себя организовали такую же, заранее готовили ребят. И у них отдельные участники дошли до полуфиналов на Всероссийской школьной лиге. Причем отборочные были не с Московской области, а со всего Центрального федерального округа. И они дошли до полуфиналов. Недавно я знаю, что они выиграли Московскую департамент образования Москвы, вот школьная лига, вот, собственно, выиграли этот турнир. Поэтому ребята очень хорошо, очень серьезно подходят, и они по разным дисциплинам. Это не в какой-то одной игре. Мы сейчас тоже этого коснемся, не в одной игре. Они в разных дисциплинах очень хорошие результаты показывают, и мы стараемся их максимально поддерживать во всем. Поэтому, да, они, наверное, сейчас, можно сказать, лидеры в Московской области, которые показывают какой-то очень хороший уровень. Скажите, какие соревнования вот такие вот ближайшие, и где они будут проходить? Вот прям ближайшие, это буквально, так, вторник, среда у нас там, то есть, ну, на этой неделе буквально откроется регистрация как раз на соревнования для Московской области по дисциплинам Дота-2 и Контер-Страйк. Сами соревнования пройдут, скорее всего, в декабре, то есть, месяц будет дан на регистрацию плюс-минус. Вот, поэтому это самое ближайшее для Московской области, это прям именно для Московской области, без, как бы, на, без Москвы и так далее. Вот, поэтому это самое ближайшее, и специально, как бы, мы как раз общались с ребятами с Одинцова, и специально их оттягивали ближе к Новому году. Вот, так, чтобы народ сейчас немножко осядет, потому что погода плохая, поэтому... Сколько ожидаете премьерных участников? Вообще, сколько вот так вот собирают такие соревнования? Ну, тут самое главное, как бы, точка, это призовой фонд, надо понимать, да, то есть, если мы сейчас разыграем автомобиль, значит, понятно, народ придет. Разыграете? У нас были по этому мысли, поэтому все впереди еще. Вот, насчет того, что сейчас будет, тяжело сказать. Для этого, как бы, с одной стороны, сейчас есть очень положительные точки в виде того, что наша команда российская впервые за всю историю победила на чемпионате мира по Dota 2, где они выиграли больше одного миллиарда рублей призовой фонд, там, 18 миллионов долларов. Вот, и вот буквально, там, день-два назад команда по Counter-Strike также выиграла чемпионат мира, это Na'Vi. Вот, поэтому сейчас, в принципе, это все, вот, как бы, наверху. Ребята смотрели, ребята сейчас сами играют, и мы ожидаем, что, я думаю, именно с Московской области 100%, наверное, не меньше, там, 500 человек будет, но я думаю, что будет и больше намного. А как лицензируются, регламентируются такие соревнования? Здесь, как бы, сессии очень просто. Есть официальная федерация, которая проводит мероприятия, вот, и, собственно, есть, так же, вот, как и сейчас, марафоны проводят, то есть, есть организации, которые, как вот мы проводим мероприятия, соответственно, там, выстраивают определенную систему для, там, государственных организаций также. Нам доверяют, мы делаем качественно, собственно, в этом, как бы, в этом вопросов нет. Могут ли, допустим, кто-то в регионах это делать? Да, могут сами. Для этого, как бы, надо просто почитать от разработчика игр, там, сами лицензии, посмотреть, там, да, какие на любительские турниры должны быть установлены какие-то там определенные правила, ну, и, собственно, без проблем. Да, поэтому это выглядит так. Будет, наверное, вопрос, почему, да, есть федерация, есть мы, смысл этого всего. Потому что федерация, как и многие федерации, вот, ну, она есть, она давно есть, вот, собственно, а мы как раз, ну, типа, у меня это такая своеобразная боль была, потому что я очень, я давно с ними знаком, смотрел за всем, что вообще. Как происходило в 18 лет. Ну, за это время, вот я привожу пример, чтобы было понятно. В 18 лет, когда мне было, вот, федерация компьютерного спорта, они тогда говорили, что вот ближайшие несколько лет киберспорт включит в олимпийский вид спорта. Ближайшие несколько лет. Вот сейчас мне 33, сейчас будет 34 в ноябре. Вот они сейчас говорят тоже, что ближайшие 5-6 лет киберспорт включит в олимпийский вид спорта. Ну, сейчас к этому, да, подходит. Сейчас очень много этому уделяется внимания. Сейчас, я думаю, что да, это все в итоге совершится. Конечно, не могу ставить какие-то сроки. Вот. Ну, просто это к тому, как вот ведется вся работа. Поэтому и появилось желание, наконец-то, сделать, не просто делать мероприятие, а сделать полезное, сделать так, чтобы реально у ребят был шанс и возможность как-то расти. И не просто играть, а чтобы ребята проявляли свои таланты. И у нас это получается. Я потом, может быть, отдельно приведу какие-то факты. Обязательно примеры приведете. Я напоминаю, в открытой студии «Радио 1» говорим о киберспорте. И у меня в гостях руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов. Ратибор, скажите, призовой фонд как формируется? Они на интерес же играют ребята? Или на интерес тоже могут? Нет. Тут все зависит от того, кто хочет провести турнир. Спонсоры? Ну, то есть, допустим, частная компания хочет провести. Они решают о том, какой они хотят вид призовой фонд. Мы можем как организатор им порекомендовать что-то. То, что уже лучше знаем или что более подходит для ребят. Собственно, как бы, если какие-то государственные учреждения, да, они смотрят на, допустим, российское движение школьников, которые проводились и Российскую школьную лигу, мы общались с ними, да, мы выбрали ценные призы. То есть, это были PlayStation 5, их было там больше 38 штук, то есть за первые места. Но мы понимали, что для ребят, как мы и сказали, как раз задача, чтобы это было полезно и понятно для родителей. Поэтому всем победителям за первые места, их было там 38 человек, им были предоставлены от университета Синергии оплаченные гранты на весь срок обучения. Здорово. Да, это, конечно, не госучреждение, там, не государственное, но, тем не менее, это второе, можно его использовать как второе высшее образование, для кого-то это вообще будет и первое, то есть очень много ребят с регионов участвовало. Поэтому тут, как бы, каждый выстраивает тот призовой фонд под ту концепцию турнира, которую он видит. Да, сейчас там также можно и доп. образование прилечь, там, курс английского языка давать ребятам бесплатно. Для них это будет полезно и экономия средств для родителей. А так это может быть все, что угодно. Кто-то, какая-то компания захочет машины подарить, кто-то захочет деньгами, кто-то хочет ценными призами. Собственно, здесь все устанавливают, как бы, вот, ну, и плюс, опять же, возможности. Вот Одинцовы, я знаю, они ребятам дарят игровую периферию, то есть, ну, клавиатуру, мышки, потому что, да, они хорошие, как бы, то есть это тоже не дешевые, но в то же время и что-то дорогое в виде, там, не знаю, мониторов или чего-то больше тяжелого бюджета. Поэтому, как бы, каждый выстраивает так, да. Как начать свой путь на этом поприще вообще? Как стать киберспортсменом? Это мы где-то обучают или это вот все идет как раз-таки из увлечения компьютерными играми, когда родители там уже хотят, уже бьют тревогу? Давайте сейчас, чтобы было для всех понятно, киберспорт – это новое направление. Сейчас тот, кто услышит, тот из взрослых, сто процентов скажет, это полная хрень, это не спорт, это все… Я не буду перечитать дальше слова, я много их расслышал на своем пути. Так вот, как я это сейчас объясняю тоже для людей, для родителей, чтобы было понятно, у нас идет сейчас век цифровизации, мы все это видим, мы все это понимаем. Сейчас не надо, как бы, додумывать чего-то, все видно по телевизору, беспилотники, машины, электрокары и так далее. И все, что можно, и куча программ, и сейчас профессия IT очень сильно востребована. Так вот, это новый реалий, это новый вид спорта. И именно так это выглядит. То есть, ну, я не буду приводить уже такую заезженную тему, где про шахматы, то, что вот шахматы – это интеллектуальный вид спорта. Здесь люди, которые говорят о том, что это не спорт, чаще всего даже примерно не понимают, о чем они говорят. Для них это просто игра, они не углубляясь, не видят, сколько в итоге проводится колоссальной работы по тактическим действиям, чтобы выбрать стратегии, тактики, чтобы все это потом в итоге командно реализовать. Об этом никто обычно не задумывается. Поэтому это новый реалий, новый вид спорта. То, что у нас сейчас есть. И, наверное, вот как раз то, с чего начать. У нас сейчас огромное количество детей, оно играет. И тот, кто считает, что этим не надо заниматься, а мы такое слышим, что это не надо. Задумайтесь. Дети, они в любом случае продолжат играть. И они будут с каждым годом, их будет все становиться больше и больше, потому что игр становится больше. В отличие от обычного вида спорта, который зажат свои рамки, своих правил, он не может измениться. Здесь как бы выходит новая игра и пошел новый проток людей. Здесь идет постоянная генерация, поэтому с этим нужно работать, с эту систему надо выстраивать. И мы пытаемся как раз донести, как это все правильно построить. Для ребят начинают сейчас ребята буквально с 5-6 классов играть. Кто-то покажет очень хороший результат, кому-то нужно время набраться опыта. А от чего это зависит? От опыта просто? У кого-то это дано. То есть там тоже есть такое, да? Ну, конечно, да. Какими качествами вот так вот надо обладать? Креативное мышление какое-то? Да, здесь идет креативное мышление, скорость мышления, скорость принятия, реакция, моторика. У кого-то очень сильно развита моторика. И он, как пианист, он это все, собственно, прокликивает. И кому-то, наоборот, только надо этому учиться. То есть реально ребятам некоторым дано, они видят намного шире. То есть когда они играют, они чувствуют игру, они смотрят на карте, они высчитывают, кто где находится. Они понимают, какие может предпринять действия сопернику. Да, он может прийти. Я вот когда еще менеджером команды тоже был, когда вот в 18 лет, я прямо вот видел таких ребят у нас был с моего города, который вот он чувствовал все. То есть другой вот он сидит, он играет, он не понимает, что к нему подходит. Он не может это продумать наперед. А у него он все, он за других все видит. Даже не то, чтобы за себя. Есть такие, да, вот как раз это вот называется таланты. Для того, чтобы начать, нужен, наверное, просто компьютер или телефон. В нынешнее время уже телефон, потому что есть и мобильный киберспорт, и игр там немало. И они сейчас, даже бы сказал, лидируют по определенным количествам участников. Поэтому тут, наверное, главный вопрос в другом. Это как правильно выстроить тренировочный процесс. Ну да, вот этому кто-то обучает же, правильно? Нет. Нет? Тренеров еще нет? Я же сказал, что это новое направление. Вот как раз мы сейчас об этом говорим. Но востребованное, может быть, уже есть команда. Оно появляется. Но нужны же правильно какие-то инструкторы? Нет, это 100% нужно. Как раз вот, да, к тому, что сейчас это направление востребовано, это очень замечательно, что государство обратило на это внимание и начало уделять этому внимание, потому что реально наверху поняли, что с этим нужно работать. Как бы там кто ни думал, что хорошо это или плохо. Собственно, а к тому, что как это работает, да, ну, начинающим, те, которые начинают себя, здесь как раз вот, как один из плюсов, да, когда у нас какая-то любая секция у ребят, их родители, да, возят на эту секцию, помогают с расписанием, там собирают. Все, что угодно делают. Да, типа, чтобы как-то, да, даже если ребенок не хочет, то есть его здесь. Даже некоторые не работают. Да, а здесь, получается, у них самоорганизация. Потому что для того, чтобы им собраться, им нужно назначить время, собраться командой. При этом, если они прям готовятся к какому-то турниру, ребята, то им нужно обсудить тактики, кто кого берет, кто на ком, кто как, начать играть. То есть они полностью самоорганизованно выстраивают этот процесс, у них есть ответственность. Поэтому, когда вот ребенку родители, не зная, чем он занимается, не общаясь с ним, запрещают ему компьютер, а у него есть ответственность перед командой, что он должен прийти, да, чаще всего как раз и появляются на этой почве тоже конфликты, поэтому всегда мы тоже… А потом все обвиняют компьютерные игры. Да, мы тоже родителям всегда говорим, что общайтесь с ребенком, узнавайте, чем он занимается. Если он просто играет в обычные игры, не киберспорт, а где нет соревновательного процесса, там GTA, там и что-то еще, это просто игры. Тут на ваше усмотрение, несет оно пользу, не несет, как бы, и как правильно выстраивать. Если он занимается, именно готовится к соревнованиям, ну, это не значит, что он теперь должен сидеть днями и ночами, но тут тоже надо помогать ему выстраивать правильный процесс рабочий. То есть у нас сейчас есть ребята, кто участвует, тут проводили мы среди юнормейцев чемпионат России, школьные, и есть для родителей прям, как бы, они понимают, что вещь там расписания, то есть они знают, что ребенок играет, они видят трансляции, которые идут, следят, болеют, переживают некоторые, некоторые просто спокойно относятся. Поэтому тут правильно нужно найти подход и общаться с ребенком. А для ребенка, да, то есть нужно правильно выстраивать тренировочный процесс, то есть, как я еще раз говорю, типа, кто вот играет ночами, нужно понять, что это как в обычном таком же спорте. У вас всегда организм должен находиться в тонусе. Когда ты играешь ночью, ты устаешь, соответственно, у тебя притупляется реакция, скорость мышления и все. Поэтому ни о каком оптимальном результате ты никогда, ну, это просто называется игра. Поэтому здесь нужны тоже рамки, нужны тренировки, нужно в дневное время. В общем, выстраивать этот процесс тоже. Да, нужно учиться, да, нужно все совмещать. Скажите, Ратибор, а по каким играм, какие дисциплины? Да, их сейчас очень много. Раньше было попроще, поменьше. Чтобы было понятно, вот, допустим, Российская школьная лига, которую мы проводим от Российского движения школьников, у них сейчас 12 дисциплин. Шесть на компьютерах, шесть мобильных. Почему мобильные добавили? Потому что мы понимаем, что регионы. И сейчас мы, наверное, если видели, может быть, замечали цены на компьютеры или ноутбуки, да, собственно, мы понимаем то, что тяжело детям приобрести компьютеры. Это раньше было тоже непросто, сейчас вообще стало тяжело. Поэтому есть мобильный киберспорт. У нас реально участвует очень много из регионов. Ребята, и вообще, как бы, по проведению первого сезона удивила, конечно, карта победителей, потому что в Доте победили Дальний Восток вообще ребята, где-то победили из Чеченской Республики ребята, то есть, ну, абсолютно по разным регионам. Вот, да, есть компьютерные, наверное, самые популярные – это Дота, Контрстрайк, собственно, где и стали чемпионом мира. Есть еще Баларант, Лигуф Легенд, которая самая, такая, можно сказать, популярная сейчас в мире тоже дисциплина. Буквально по ней прошел недавно чемпионат мира. Есть еще World of Tanks, может быть, кто-то слышал, наверное, сейчас кто-то… Я уверен, кто-то из возрастных, сейчас родители, наверное, кто-то услышал, узнал что-то знакомое. Да, по ней тоже проводятся турниры. Собственно, есть еще много дисциплин, такие уже полуторостепенные на выбор. Есть и War Thunder, есть Hearthstone, карточная логическая игра. То есть они все по-разному, чтобы было сразу понятно, разное количество людей участвуют в команде. Дота, Лол, там, Валорант, Варфейс – это 5 на 5 командные соревнования. Да, там, танки – это, ну, обычно 3 на 3 мы проводим. Хардстоун вообще 1 на 1 играется, там, чисто логическая карточная игра. Поэтому тут все зависит тоже от дисциплины. И мобильные, получается, там, PUBG Mobile, там, чтобы было понятно, 100 человек играет одновременно, остается один победитель. Есть такие же танки мобильные, World of Tanks Blitz, Standoff, Brawl Stars, вот сейчас мультяшная игра. Народу играет масса просто, девчонок очень много участвует. Mobile Legends, поэтому дисциплин очень много. Как бы тут, можно сказать, на… Когда вот мы общаемся с кем-то, кто хочет там провести турнир, то мы тут, как бы, у нас есть вариант понять, для кого делается. Что выбрать, да? Да, для какой аудитории, да, какую лучшую игру подобрать. Мобильную, компьютерную, там, танки, не танки. Вот Минобороны, понятно, у них там танки. У них там либо шутеры, шутеры и танки, все. Им как бы, им Brawl Stars не нужен абсолютно, зачем им. Поэтому, да. Ратибор, истории успеха какие-то, вот вы тоже хотели рассказать, привести примеры, ну и вообще в целом, какое развитие у этой индустрии? Да, историю успеха, наверное, мы сейчас, наверное, проведем, я сейчас приведу то, что какие сейчас есть точки. И, наверное, вот как раз тоже хотел бы сказать про… Не особо люблю, но, наверное, все-таки скажу, потому что в Московской области, вот, опять же, считаю, одной из историй успехов – это мы, потому что три года назад нас было двое. И в 2018 году первая школьная лига началась с того, что мы… я вывозил свой телевизор, свою приставку. Мы ни разу не привлекли инвестиции в компанию свою, когда ее создали, она в 2019 году появилась. Собственно, и вот в 2020 получилось так, что… Ну, у нас получилось сделать так, что президент, как бы, услышал и на финале присутствовал Сергей Владимирович Кириенко в гостином дворе, то, что проходило. И сейчас, как бы, очень много внимания этому тоже уделяется. Это вот радует, наверное, вот этот скачок, который получилось сделать для того, чтобы была сейчас возможность в итоге все это выстраивать и развивать. Вот. Наверное, это первое. А второе, вот именно потому, что сейчас мы имеем результаты по самой школьной лиге, как я и говорил, мы же выстраиваем систему. Так основное, чтобы ребята шли дальше. То есть могли идти дальше по, скажем так, карьере профессиональной команды. Поэтому на финал, который проходит в этом году, точнее, в 2022-м, мы поопределяемся, пока где он будет. Скорее всего, это будет какое-то большое помещение в виде стадиона. И мы приглашаем на финал, соответственно, скаутов, менеджеров из профессиональных команд. И у них есть возможность на финале, скажем так, если у ребят есть какие-то таланты, отобрать себе в Академию. В этом году на финале одного из игроков в дисциплине «Красбрау Старс» подписали украинская команда «Нави» профессиональная. Он сейчас является профессиональным игроком. Во время проведения мы узнали, что у нас есть один школьник из Воронежа, в которой подписана шведская команда «СК Гейминг». И он участвует на международных соревнованиях. Из Одинцова как раз тоже парень играет за профессиональную команду, которая на чемпионате мира борется. И, собственно, ребята в этом возрасте очень талантливые, показывают классные результаты, поэтому мы постараемся сделать… Это какой возраст еще раз самый? Ну, то есть у кого как это раскрывается, кто-то в 14 лет уже покажет, но в основном это 16, 17, 18 лет, как чемпионы мира по доте. 18-летние парни в основном. Поэтому, да, в этом возрасте у них как раз все навыки раскрыты. Вообще у киберспортсмена, если что, такой короткий путь, можно сказать, то есть профессиональный, если кто-то думает, что 30 лет, потому что в 23, 24, 25 заканчивают уже карьеры, 26, там, наверное. То есть есть кто долгожители и в 30 играют, потому что притупляется реакция, потому что приходят молодые, которые делают все быстрее и лучше. Есть, конечно, вот таланты, отдельные там игроки в мире, которые держат марку, но… Ну, как и в игровых, и в других видах спорта. Ну, это не как в футболе, да, там, типа в 35, там можно… В киберспорте тоже такое возможно, но уже тяжело. Обычно все ребята уже реально устают от всех графиков и просто переходят в тренера или, соответственно, менеджера. А по, наверное, еще тоже такой момент, чтобы было понятно для аудитории, что такое киберспорт в мире. Кто-то, наверное, сейчас услышал, может быть, впервые, что призовые 18 миллионов долларов там за первое место, да. Есть мировые чемпионаты, на которых огромные призовые в виде десятков миллионов долларов и, собственно, там и меньше. По всем дисциплинам это проводится. Есть куча профессиональных команд, с игроками подписываются профессиональные контракты. Ребята тренируются на специальных, вот, кемпах, так называемых тренировочных площадках, специальные дома. У них есть менеджеры, есть тренера, есть психологи, есть спортивные директора. Это персонал, который постоянно следит за тем, чтобы у игроков… игроки были в определенной тонусе. У них выстроенный процесс, они просыпаются, они играют, там, занимаются спортом. Причем играют сначала просто, потом не сами с собой, там, каждый просто на игры, занимаются, потом у них идут отработка, тактика, они там все это, соответственно, смотрят, обсуждают с тренером, разборы идут и так далее, и так далее. И график у киберспортсменов, если кто-то вот тоже думает, что это классно, он очень плотный, соревнований очень много, ты идешь постоянно с массой тренировок, от соревнований к соревнованию, и сейчас график очень плотный по соревнованиям, поэтому это в принципе… поэтому и работают психологи, потому что очень тяжело для ребят, что они постоянно находятся под нагрузкой. Ну что ж, очень интересно стоит, я так думаю, тем родителям, которые переживают, что ребенок много времени проводит в компьютере, и может быть, действительно, ну, все же дети разные, да, занимаются там не чем-то серьезным, вот направить его взоры на киберспорт. Нужно общаться с ребенком, и тогда будет проще. Это действительно важно. Спасибо, что пришли сегодня. В открытой студии Радио 1 говорили о киберспорте. У меня в гостях был руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов.